Наконец мы добрались до самого главного и теперь нажимаем на кнопочку «Читать». Посмотрим, что происходит. При нажатии на эту кнопку открывается читалка, в которой можно, собственно, читать эту книжку. Чтение, разумеется, в любой электронной библиотеке – это основной процесс, поэтому сейчас мы остановимся на том функционале, которым обладает данная страница. Данная страница состоит из, собственно, читалки и вот этого синенького поля с пятью вкладочками, о которых мы поговорим чуть попозже. Сама по себе читалка достаточно прозрачна, достаточно удобна и понятно, как ей пользоваться. Вот есть несколько способов перемещения по страницам. Это вот так вот вперед-назад. То же самое можно сделать наверху, вперед-назад. Также можно переместиться к началу и в самый конец. Ну и можно набрать какую-то конкретно страницу. Вот, например, сотая страница. Попадаем на сотую страницу. Ну и последний способ, при помощи которого можно перемещаться по книге – это вот снизу есть движочек такой, при помощи которого это можно делать. Следующее, что можно делать – это искать по книжке. Ну, давайте здесь наберем, так как книжка на английском языке, давайте наберем какое-нибудь слово на английском языке. Ну, я, например, набираю слово «милк» на том. Вот, мы видим, что есть какие-то результаты. Давайте перейдем на 39-ю страницу. Вот оно, это слово. Вот, чтобы его отметить, я воспользуюсь одним из инструментов. Позже я покажу, что это за инструмент. Вот сейчас мы отметили это слово. О том, как мы это сделали, поговорим позже. Пока достаточно того, что вот мы поиском нашли это слово. И таким образом тоже можно перемещаться по книге. Далее давайте поговорим о группе управляющих пиктограммок, которые находятся в правом верхнем углу. Вот здесь вот. Первая кнопочка достаточно интересна. Я думаю, что про эту кнопочку у нас будет небольшой дополнительный учебный ролик. Это кнопочка, которую мы называем «EBS как сервис». Эта кнопочка позволяет вставлять код нашей читалки в любой внешний ресурс и получать там ограниченный отрывок из этой книжки. Ну вот, например, не больше трех страниц из этой книги я могу вставить при помощи этой кнопочки. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот здесь я, например, отмечаю от пятой страницы по восьмую. И появляется вот такой вот код какой-то. И этот код я могу вставить в свой блог, на свой сайт, в систему дистанционного обучения. Ну, много куда, где я могу, собственно, вставлять коды в HTML-код своей страницы. Ну вот, давайте посмотрим, что при этом получается. Саму вставку я показывать сейчас не буду. Покажу только страничку, на которую я вставил код книжки. Обращаю ваше внимание, что это внешний ресурс. И на этом внешнем ресурсе эти три странички могут располагаться. Далее. Рассмотрим следующие кнопки. Кнопочка вот с треугольничком и восклицательным знаком служит для того, чтобы вы сообщали об ошибках, если найдете их. При помощи этой кнопки вы можете описать ошибку, если вы нашли ее на какой-то странице. Следующая кнопочка служит для того, чтобы можно было сохранить кусок данной книжки в виде PDF-файла. Вы можете сохранить в день не более 10% всего объема книги. Ну, например, я сохраняю с 17 по 32 страницу. Подтверждаю. И вот возникает такой файл, который мы можем либо сохранить, либо сразу открыть в Adobe Reader. Давайте откроем его. Ну, и вот мы видим, что здесь появилась наша книжка, которую мы можем использовать уже в виде PDF-файла. Следующие пять кнопочек – это вот такие вот стрелочки. Они служат для управления масштабом просмотра. Ну, первый из них делает просмотр на всю страницу. Вот так вот. Следующая кнопка открывает просмотр выровненным на ширину страницы. Следующие кнопки служат просто для увеличения или уменьшения масштаба. Ну, и последняя кнопка открывает ридер на весь экран браузера. Следующая кнопка в виде книжечки показывает нам текст данной страницы. Здесь вы видите верстанное изображение. Это просто сканированное изображение. А сейчас вы увидите текст. Ну, вот текст появляется в таком неверстанном варианте. Ну, тем не менее, его можно выделить каким-то образом, копировать. Ну, и, например, разместить в файле Word. После этого как-то отверстать, как вам надо. И что-то с ним делать. Например, вставить свой документ. Следующая кнопка. Давайте закроем это окошечко. Следующая кнопка позволяет вам распечатать текущую страницу. Ну, не будем это делать. Предпоследняя кнопка служит для обновления экрана. Ну, иногда такая функция нужна, если по каким-то причинам что-то на экране произошло. И последняя кнопочка в виде карандашика. Ей мы уже один раз пользовались. Она служит для создания пометок на страницах вашей книжки. Ну, давайте сделаем несколько пометок. Мы можем это сделать разным цветом. Вот, например, я делаю фиолетовым цветом. Оранжевым цветом пометочку. Ну, и каким-нибудь синим цветом. Пометки выделяют не текст, а область экрана. И пометки можно при необходимости снять. Такого рода разноцветные пометки, они остаются в книжке между сессиями. То есть вы можете зайти через несколько дней в свой аккаунт и обнаружить, что в этой книжке остались ваши пометки. Это очень удобно для того, чтобы помнить о каких-то важных моментах в книге. Итак, саму читалку мы рассмотрели. Давайте теперь посмотрим, что делается на вот этих вот голубых вкладках справа от читалки. Ну, прежде всего, вы можете оставить отзыв о книге. Ну, вот кто-то уже оставлял отзыв. Давайте еще раз отставим отзыв. Поставим отметочку какую-нибудь. Ну, давайте поставим пятерку. И напишем здесь что-нибудь очень полезная книга. Нажимаем на добавить. И рекомендация о книге оставляется. Эта рекомендация добавляется ко всем другим рекомендациям, которые другие читатели оставили от данной книги. Во второй вкладке мы можем открыть информацию о книге. Это практически та же информация, которую мы видели на страничке ознакомления с книгой. Анотация. Содержание мы можем снова открыть. Перейти по какой-то конкретной страничке. Например, вот сюда. Вот на 69-ю страничку сразу попали. Следующий пункт – это закладки в книге мы можем делать. Закладка в книге делается на той самой странице, на которой вы в данный момент находитесь. Ну, вот мы сейчас находимся на 68-й странице. Давайте сделаем закладку. Название закладки мы можем поменять. Например, ну, вот первое, что пришло в голову. И к этой закладке можем сделать комментарий. Вот так вот мы написали. Это наша первая закладка. Закладка добавлена. Ну, теперь мы можем ходить вперед-назад по книге. Вот, например, дошли до конца и хотим вернуться к нашей закладке. Открываем и вот находим нашу интересную страницу. И переходим снова на нашу закладку. Закладки также остаются в вашем аккаунте от входа к входу. И вы можете в следующий раз зайти и начать чтение вашей книги с той закладки, которую вы оставили. Ну, еще одна возможность – это так называемый цитатник, в котором вы можете хранить отрывки из ваших книг. Ну, вот, например, выделим какой-то кусочек вот здесь вот до текста. Скопируем его и загрузим его в цитатник. В данном аккаунте уже есть шесть цитатников. Давайте создадим еще один цитатник. Назовем его по названию «Дисциплины. Иностранный язык». Открываем этот цитатник и вот сюда вставляем цитату и какой-то комментарий. Добавляем запись. Запись успешно добавлена. Теперь, наверное, нам надо понять, где этот цитатник находится, где мы потом эти цитаты можем обнаружить. Цитатник находится в ряду правых верхних голубых кнопок. Вот вы видите, что есть специальная кнопочка под названием «Цитатник». И вот здесь хранятся цитатники и внутри цитатников хранятся цитаты. Ну, вот мы видим, что здесь присутствует наша цитата. Мы можем ее отредактировать. Как-то, например, поставить здесь не точку, а три точки. Вот так вот. Отредактировать комментарий и применить. Ну и потом эти цитаты внутри цитатника вы можете использовать в своих рефератах и каких-то других производных произведениях. Вернемся на страничку нашей книги. Мы рассмотрели все. Осталась только вкладочка «Каталог». Эта вкладочка просто дублирует функционал главной страницы сайта электронной библиотечной системы. Она не имеет отношения конкретно к данной книге. Ну что ж, мы с вами полностью ознакомились с функционалом чтения книги. Я думаю, что этот функционал достаточно прост и интуитивно понятен. На этом наш учебный ролик заканчивается. Благодарю вас за внимание. Приятного чтения.